привет подписчики и гости этого канала сегодня мы рассмотрим новые костюмчики поиграемся с ними пошалим скажу свое мнение и еще сделаем полный гайд на всех валькирий еще вам предложить мне какую-то либо новую рубрику либо чего мне хватает в этом видео в комментарии под этим видео вы можете написать любой ваш вариант улучшения моего контента либо канала вот чего вам не хватает на моем канале напишите в комментарии чем больше будет каких-то комментов на одну рубрику тем больше шанса того что я добавлю именно то что вы хотите не знаю может вам и гв не хватает может вам арены не хватает вот чего вы хотите видеть больше на моем канале именно отдельно как видео я буду снимать Либо на ютубе, либо на твиче, имеется ввиду на стриме И заливать потом отдельно на ютуб Вот так вот, так что пишите в комментарии, чего вам не хватает Ваши предложения, пожелания И возможно в дальнейшем мы это воплотим в жизнь И это появится там, либо новая рубрика, либо просто что-то старое Мы вернем и его будет больше Давайте рассмотрим костюмчики Так, набор превращений А где здесь посмотреть? Давайте начнем с полярок Так, ну внешне они выглядят в принципе прикольненько, да Напоминают немного каких-то русалок Чуточку, да Детики маленькие, но это понятно Что у него в руке, какой-то кристалл Ладно, давайте посмотрим их скиллы А зачем их две штуки тут сделали? Я что-то не понял, они же друг друга никак не бафают Зачем их две штуки добавили? О, такое полярное сияние Классно, классно, классно сделано, да Полярная королева, полярное сияние Ну, классно смотрится анимация Немного смахивает на анимацию Водяного владыки, немного Третий скилл Ну, так, нравится Хотя у меня их нет, я даже не помню оригинал этого скилла Но это красиво выглядит Посмотрим в водяную Итак, третий скилл Лютый мороз Похоже немного на скилл Тайрона На анимацию Тайрона Может я ошибаюсь Ну, вот эти льдинки в конце, это классно смотрится Да, как будто она должна еще заморозить Но это не так А ну, второй скилл Ой, а вот второй скилл, класс Вот эта воронка Да Это классно смотрится Да, вот первый Ну, первый скилл стандартный, я так понимаю, у всех только другой цвет Хорошо, давайте глянем Тиану Так, Тиана, третий скилл Ветер, перемен Итак Ой, вот эти бульбашки Классно смотрятся Блин, не было бы у меня костюма Я бы взял сейчас сразу на Тиану Да, если бы на нее не было костюма Классно смотрится Зачетненько Двойная, считай, анимация И по центру что-то происходит И с мобами И у тебя там даже тройная Зачетно выглядит Так, а ну светлое Она тут, по-моему, откатывает скиллы, да Друг друг к другу Ага А ну как-то без вот этой вот Без, да Приближение Каплю какую-то кидают на нее Ну, наверное, могли бы и лучше сделать Наверное Так, а темная что делает у нас? А, у темной просто пассивка Поэтому то же самое Хорошо, давайте посмотрим следующее Леди из зада Костюм очень похож сзади На костюм этой ведьмы Вот у меня водевная ведьма В последнем костюме Очень похожа Не хватает только птички Какого-то цветочного сада на голове И прочего Очень похожа на Меган Сейчас стала Ну, коса ее, естественно Отличает от всех Но выглядит так Симпотно, конечно Да, тут как бы не прикопаться Эти бульбашки Бульбашки Так Да, зачетненько Мелкая жопка Отлично Большие сиськи Так Посмотрим, что он там умеет Скиллами своими делать Пара-пам-пам Так, первый скилл Размахивается Ну, честно, то же самое В оригинале точно так же Чуть-чуть там небольшая анимация Добавлена Второй скилл Ну Ну Как-то Вроде прикольно А вроде бы ничего нового Так, а третий скилл О, вот третий скилл Именно вот эти взрывы Классно смотрятся Да И в конце вот эти вот искры Вот третий скилл мне прям нравится Тем более ее же апнули Она теперь что? Вот наносит врагу Если враг погиб Погибший враг не может быть оживлен И не окажется скользящим ударом Она теперь не гланцит с этого третьего скилла Поэтому вы можете даже водяные цели бить Критовать по ним и не бояться гланца Даже если на вас гланц накинут С третьего скилла вы не будете гланцить Это зачетный апп ее Насчет анимации сейчас еще водяную посмотрим Так здесь не будем смотреть второй скилл А ну-ка третий Так как она у меня есть Ну нет в прошлом костюме мне больше нравится Но смотрите видите она как цепи накидывает Вот присмотритесь Да она как будто цепи накидывает Вот это классно выглядит Так давайте глянем водяную Водяная тоже у меня есть А ну-ка третий скилл Ой а вот третий скилл классно заделана Прям на весь экран такая анимация Да вот третий скилл я бы конечно взял Костюм но опять же есть Так оно светлое Светлое тоже аппнули Теперь у нее скилл 100% работает Это достойно классно выглядит Да вот эти вот волны Чудненько Так а эта подруга как воскрешает теперь И смотрит прям на нее Видели А ну А все больше нельзя воскрешить Блин Она прям смотрит на нее На того персонажа Который воскрешает Хотя не удивлюсь Если будет такой баг Что она всегда будет смотреть вправо Допустим А если вы будете воскрешать Левого персонажа То она все равно будет смотреть вправо Хотя может Может этого и не будет Давайте посмотрим Мразишь на отдыхе Да Или что это Блять Еще раз Посмотрите Он выпил И поправил волосики Эх Ну давайте посмотрим Господи Блин Прошлый костюм был просто Это еще хуже Почему вы с него делаете Псомафа Подожди А я думал Он будет стаканом кидаться Честно Я думал Он будет Лимончиком там кидать Или что у него там Нет Все таки мыши какие-то летят А ну без вот этой Ну давай без анимации Не знаю Как по мне Это ужасно Все эти костюмы На этих вампировых С них делают Ну просто Каких-то Либо метросексуалов Либо банально пидоров Ну так все А ну второй скил Ого А как он не разливает То что у него в бокале Смотрите Он подбегает Что-то крутится Бьет там Еще и в конце Там чукается ему об голову Ужасно Так Что там ветрено Дело Пошли Посмотрите До ветреного Сзади Эта рубашечка Ой Просто жесть Посмотрите Так А ну-ка Да и скилл Так себе А ну-ка Ну не знаю Здесь честно Если кому-то Только наверное Сам костюм понравится Анимация Скиллов Такое себе Светлого нет смысла Смотрите Оно водяного У него массовка Так Ничего себе Он бухает А потом что-то Выпускает Видали Он сначала Подбухивает Еще стаканчик Да Да Вот это Хотя бы интересно Заделано Так Водяры бухнул И давай Массовочку Ой Ну не знаю Насчет них Лучше промолчу Это жесть просто А вот Кумиха Да Я посмотрел Их Вот эту вот Анимацию Классно Сделано Салютики Китайский Новый год Классно сделано Смотрите Да Хвост у нее Прям Как оригинальный Вообще Зачетно Заделано Девятихвостая Лиса Да Давайте посмотрим Скиллы Познакомился С ней Пока он не обернется Так Ну-ка Давайте Первый Бесовские Огни Ну-ка Пускай Три каких-то Шарика Бусинки Ну не особо Поменялась Анимация Оно Цветочек Какой-то там Рисует Полу Цветочек Так Ох А вот А вот Третий скилл Классно Смотрится Смотрите Еще и подхил Вот этот вот Пятикратный Да Вот третий скилл Классно смотрится И мне кажется Анимация будет Дольше Чем в оригинале Мне так кажется А ну-ка Водяную Притортем Так Третий скилл Очищение Тоже классно Смотрится Салюты Прям такие Выпускает Цветок С которого Вылазят Салютики Зачетно Смотрится А ну-ка Второй Это подхил Да Тоже Взрыв Какой-то А ну Здесь у нее Типа Купол Появляется Хорошо А ну Третий скилл Ветреный Так Сладкий Шепот Сладкий Шептун Ой Тоже Классно Выглядит Салюты Над головой А ну-ка Без анимации Ну Мне нравится Больше костюм Если честно Чем анимация Скиллов Так Светлая Она тут Воскрешается Типа Подхиливается Ооо Вот это Лотос Вообще Зачетно Сделано Вот тут Без базара Смотрите Прям Класс Посмотрите Какая красотень Действительно Перерождение Перевоплощение Перерождение Классно Выглядит Так Сколько у нее Там до 5 стаков Да Да Это зачетно А темная Третий скилл Так как темная У меня есть Нет Мне в прошлом костюме Больше нравится Опять же Это вкусовщина Но Прошлый Прошлый Мне больше нравится Хорошо И последний Кто остался Рыцарь магии Вот костюм у них Прикольный Такой прям Прям Рокерша Зачетненько Эти мелкие шортики Под Плоскую жопу Выглядит прикольно И конечно Легион В руке Это зачетно Посмотрите На этот Легион Меч сделали Ну просто Зашибись Вот тут Конечно Не придраться Мечара У нее Зачет Эпический Легион Погнали Посмотрим Что он умеет Что он умеет Делать Привет Влади Так Давайте Первый Скилл Завязаем Еще раз Мне показалось Смотрите Она оставляет После себя Такую Как тень Смотрите Когда она Бьет Вот Три раза И после Каждого Раза Остается Такая Как Образ Предыдущего Удара Видите А ну Давай В замедленный Ну Давай В замедленный Вот смотрите Видите Да Остается Как образ Того Как она Там Крутилась Вот Это Что-то Новенькая Посмотрите Да Классно Выглядит А ну Второй Скилл У нее По-моему Тоже Сайленс Да Просто Опускает Три волны И Типа Сайленс Блокировка Ну Тут Пентаграмму Какую-то Рисует И выпускает Выглядит Зачетно Да Выглядит Зачетно Так А ну Водяная Второй Скилл А ну Ка Сдалека А вот Это Классно Да Вот Это Зачетно Выглядит Да Вот Это Мне Нравится Прям Выпускает Вот Эти Замороженные Пульки Такое ощущение Будто Она Сейчас Заморозить Их Должна Это Круто Выглядит И Третий Скилл Так Ну Третий Скилл Мне тоже Нравится Мне их Костюм Понравился И Вот Первый Скилл Это Что-то Прям Действительно Новое Оставляет После Себя Вот Этот След Такой Образ На долю Секунды Буквально Посмотрите Посмотрите Видите Зачетно Зачетно Так А Ветреная У нее тоже Там На третьем Скилле Три раза Атакует Так Ой Здесь еще Заметнее Вот эта Вот тема Да Здесь Она еще Более Явная Посмотрите Видите Прям Намного Лучше Сделано Ну А так По сути Дело Как и Первый Скил Да И Темная Так Со своим Шариком Ой Ой Прям Вы Видали Прям Пускает Этот Шарик Она Кастует Его С меча И Выпускает Вот Это Зачетно Сделали Да Тут Кто Ей Пользуется Я думаю Вам Понравится Если Вы Возьмете Костюм Смотрите Да Классно 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 Смотрится Вообще Без Базара И еще раз Смотрим Коллекцию Вот Хотя По-моему Нельзя Да Еще Будет Посмотреть Ну Просто Посмотрим Как Они Выглядят Ого Это Больше Похоже Не на Паладина А на Валькирии Уже Да Какую Вот Ей Не хватает Места Этой Булавы Меча Слушайте Вот Меча Не хватает И Чтоб Она Парила Вот Такой Костюм Сделать На Валькирии Это Был бы Ну Щит Классно Смотрится Да Щит Эпичненько Смотрится Вообще Зачетно Да А ну Ка Водяная Паладинша Тоже Прикольно Смотрится А ну Ка Ветреная Ветер Так себе Все Сливается Как обычно Вот Мне нравится Светлая Паладинша Она Напоминает Больше Какого-то Архангела Да Вот Светлая Паладинша Есть С ней Что-то Такое Не знаю Насчет Анимации Конечно Что там Будет Смотрите У нее Еще Цвет Щита Чуть Меняется Зеленовато Беловато И немного Он как пульсирует Такой Голубоватый Видите А ну У красной Также Интересно Да Переливается Немного Желтый Красный Есть Что-то Такое Даже Белый Цвет Проскакивает Да Пульсирует Щит Классно Смотрится И булава Да Там С молнией Не знаю Насчет Скиллов Еще Надо Конечно Будет Когда-то Увидеть Посмотреть Что там Как Скиллы Работают Но Выглядит Зачетно Волосы Прям Пучок Такой Взять За волосы И об землю Да Не Костюм Зачетно Сделан Прям Маска Это Круто Да Прикинь бы С этой Магички Взять Меч На нее На эту Паладин Что-то Было Вообще Зачетно Теперь Поговорим О Валькириях О всем Семействе У нас С сегодняшнего Дня Уже Начинаем Разбор Всех Валькирий Если Вы Не Видели Предыдущие Три Видео Были Посвящены Вот Этой Шакрамке И Воительнице Полностью Всему Семейству Было Посвящено И плюс Как Они В совокупности Там Действуют Если Интересно Можете Пересмотреть На Ютубе Есть Отдельные Видосики Итак Погнали Валькирии Пройдусь По всем Персонажам Выскажу Лично Своё Мнение Если Вы Не Мнение Ванесса У меня Этих Кобыл Этих Подруг Две Штуки Уже Ни Одну Из Дих Я Не Из Потому Что Они Мне Не Заходят В РТА Не С Кем Их Пока Мне Комбинировать Пока Что Не С Кем Поэтому Я Не Одеваю Не Из Но Какое То Время Когда Она Мне Выпала Года Два Назад Наверное Первое Мне Выпала Цели Там Всяких Ретеш И Прочее Она Будет Бить Достаточно Больно Чем Больше ХП У Врага Тем Сильнее Он Соответственно Пропорционально Процентажно Будет Получать Так Что Ванесса Этим Скиллом Неплохо Еще И Шибает Я И И И Она У меня Была Лидером На Арену Она До Сих Пор Является Одним Из Трех Лучших Спид Для Арены Для ГВ Там Есть Своя Лидерка 33 Спд В общем Пройдем По Скиллам Коротко С первого Скилла Вы Когда Бьете Если Вы Убиваете Вы Можете Активировать Второй Скилл Даже Если Второй Скилл В Откате Он Все Равно Ударит Кого На Рандоме И Тоже Может Закинуть Раскол И Тоже Ударит Больно От Пассивка Раньше Это Был Активный Скилл Насколько Помню Сейчас Ей Сделали Пассивку Но Пассивка Скажем Так Уникальная В чем Ее Уникальность В том Что Когда Цель Какая У вас Умирает В Пати Эта Цель Воскрешается С тем Атак Баром С Ваш Враг Может Прокнуть Виолетом Походить И все Такое Короче Кто-то Другой Тоже Может Добить Это Не Всегда Будет Панацеей И Шансом Того Что Вы После Этого Еще И Походите Но Это Неплохо Сочетается Допустим С Немезисным Люшеном В защите Есть Такие Тролли Которые Ставят Ванессу Люшена Там Не знаю Какого-то Бернарда Шарика Умрет Но Если Ванесса Умерла От Массовки То Остальных Она Не Воскресит Тут Тоже Важный Важный Вот Этот Фактор Вы Можете Так Некок Антрить В Пве Контенте И В Пвп Если Вы Убили Всех Массовкой Либо Убили 2 Цели 3 И В этот Момент Умерла Ванесса Она Когда Умирает Она Никого Не Воскресит Ну Это Неплохо Может Сработать Вам На Онлайн Арене Можете Воскресить Какую-то Сиару Сиару Сразу Баф На Атаку Она Закидывает Бомбу И После Этого Взорвет Ее С 3 Скилла Либо Просто Там Не Зная Походит Еще Несколько Раз Это В совокупности Со Решают И Ганимет Который Может Откатить Что Ванессе Ее Пассивку Что Допустим Трианя Это Очень Жесткая Комба Это Тяжело Контрить Но При Этом Сейчас Апнули Очень Неплохо Раки Это Хелледи Огня И Она Теперь Будет Заходить Как Контрак Ванессе Смотрите Если Вы Убиваете Персонажа Какого-то То Ванесса Его Воскресить Не Сможет Так Как Вы Той Цели Разрушили Душу Ну Раки Такой Вот Есть Эффект Плюс Раки Теперь Не Глансят Поэтому Раки Может Смело Ваншотать Любую Водяную Огненную Ветренную Абсолютно Все равно Какую Цель Ну Ваншотать Если Вам Хватает Атак Я думаю Понимаете Так Теперь Продолжим Что Еще По Ней Можно Сказать Во Что Я Одеваю Чаще Чаще Всего Одевает Иммунитет Чтоб Ее Сразу Не Откатили Так Как Ее Либо Сразу Будут Фокусить Либо Ее Откатят Пассивку И Все И Дальше Будут Убивать Всех Остальных Мобов А На Не Забьют И Просто Будут Игнорить Противовес К Ванессе Всякие Там Ганимеды Всякие Владыки Огненные Океаносы Которые Могут И Смотрите Когда Ванесса Стоит В стане Ее Воскрешение Тоже Сработает Не Важно Висят На ней Дебафы Не Висят Главное Чтоб Она Была Живая Как Только Цель В пати Умирает Неважно Ванесса Встан Или Нет Цель Воскреситься По любасу Ну разве Что вы Откатите Ванессе Скиллы Виолент Чаще Одевают По статам Либо ХП Либо Скорость Там Зависит От Того Чего Больше Доп Соберете Крит Дамага ХП Ее Делают Очень Жирной Собирают Ее Чаще Через Крит Урон Либо Тупо Фул ХП Ее Фигачивает Лишь Лишь бы Она Была Жирной И Очень Тяжелой Целью Тут Уже Зависит От Той Пачки В Вы Еще Ставьте Ванессу Лидером Бернард Люшена Допустим Меган Вот так Я чаще Всего Воевал Раньше Потом Когда Мне Выпал Псамав Все Ванесса Как бы Нафиг Улетела Да Я Ванессу Уже Не Зай Больше Года Она То ли Раздетая То ли На складе Валяется В общем Пока Для меня Она Бесполезна В данный Момент Лично Для меня Так По поводу Камилы Такого Эффекта Как Сейчас Раньше Если Вы Допустим Дамажите Таким Персонажем Как Стелла Или Еще Кем То Кто Бьет Несколько Раз С одного Скилла Мультиатака Есть Такая Вот 2-3 Удара Она После Каждой Атаки Критом Снимала Дебафы Сейчас Она Как Делает К примеру Вы На Камилу Закинули Раскол И После Этной Вы Полетели На Пятого Удара И То Если Вы Кританули Но Вы Наверняка Кританете С 5 Раз Все Таки Ветер Вода И Наверняка Шанс Крита Будет Больше 70 То Камила Только После Пятого Удара Себя Все Снимет Даже Если Вы Ее Застанете Она Снимет Себя И Раскол И Все Дебафы И Стан И После Этого Походит Еще Хильется На При Этом Она Снижает Любой Крит Урон На 50% К Пример У Вас Есть Копер Который Бьет Бьет Большинство Персонажей На 50 Тысяч Просто Как Пример Вы Когда Будете Бить Камилу Если Вы Не Заблочите Пассивку Тессарионом Либо Исидой Какой-то Ударите Ее Ровно Вполовину Наверняка Вылетит 25 Тысяч Так Что Это Учитывайте К примеру У вас Есть Лагмарон Который Бьет 60 70 Тысяч Тоже Дамагу Всегда Делите На 2 Когда Вы Бьете Камилу Еще Против Камилу Неплохо Заходят Бомберы Так Как Они Пробивают Сквозь Броню Но Тут Нужно Брать В учет Того Что Бомберам Желательно Минимальный Шанс Крита Делать Потому Что Когда Вы Накинули Бомбу И У вас Допустим Бомбер Остался 1 На 1 С Камилой После Этого Можете Критануть Камилу И Снять С нее Бомбу Или Молиться На То Чтоб Она После Этого С Виолентила Да Когда Камила Виолентит На ней Висит Бомба Это Конечно Для Вас Плюс Как То Так Тем Более Пробивает Сквозь Броню Вот Чем Еще Бонус Камилы В том Что Она Ну Во-первых Спрока Виолента Может Нахилиться Там По 10 20 30 Процентов Соответственно Сколько Вы Раз Походите С Контратаки Не Хилиться С Контратаки Просто Может Активировать Первый Скилл Который Ударит И Вторым Скиллом Но Если Вы Убьете С Контратаки Чаще Камилу Естественно Одевает Только Виолент Одевать Ее в Какие-то Фаталы Энерджи Не Расстраивайте Этого Персонажа Как и Свой Аккаунт Лучше Пускай Полежит Пару Лет У вас На Аккаунте Чем Одевать Ее В Какой-то Шлаг Бесполезный Она Одевается В Хороший Хороший Виолент Хорошая Камила Имеет Статы Около 20 Тысяч ХП Около Тысячи Атаки Шанс Крита Где-то Под 85 100 Крит Ирон Около 150 Скорости При этом Камиле Ну желательно Хотя бы Полтишок Собрать В плюсе Точность Резист Ей особо Не важна Но я так Считаю И вторым Комплектом Чаще всего Одевают Либо Блейд Либо Дестрой Либо Контратаку Но иммунитет Не вижу И смысла Одевать Короче Все что угодно Можете Одеть Вторым Комплектом Чаще всего Одевают Дестрой Либо Блейд Чтоб шанс Крита Поднять Либо Соответственно Немезис Немезис Тоже неплох На Камиле Вы сливаете ХП Она быстрее Ходит И быстрее Подхиливается Так что Все таки Топ 2 Наверное Топ 1 Комплект Я поставлю 2 комплекта На одно место Это Немезис Либо Дестрой Вот как то так Потому что Камила В Дестрой Может напрячь Врага Очень сильно Что в защите Что в атаке Используется Сугубо В ПВП В ПВЕ Это первый персонаж Который перевел На 6 звезд И докачал До 40 левла Да Было время Это моя любимица Тогда было время Совершенно другое Не судите строго Сейчас конечно Вы ее вообще Наверняка Не будете гексить Потому что Она нафиг вам не впала Но тогда Я считал Что мне нужно ПВП Как можно быстрее Ошибался Да Тоже был глупеньким Поэтому Где закатит Вообще В теории Катарина Где ее используют Гидра 5 Для очень быстрых пачек Она у меня стоит Во второй пачке На 5 гидре И неплохо Ся там проявляет 6 по 47 тысяч Это достаточно больно С каждого удара Третьего скилла К которому перейдем Чуть позже Первый и второй скил Здесь все понятно Единственное В чем отличие Второго скилла Если сравнивать Допустим Ванесса Закилют раскол Камила кидает Замедление Со второго скилла А вот Катарина Если она убивает Она получает Баф непобедимости А вот за счет Бафа непобедимости Которые она получила Либо на нее Кто-то предварительно кинул Допустим Гор воды Хлоя Аферист Светлый И куча таких Есть персонажей в игре Которые могут кинуть Ей непобедимость И как только вы кинули Ею непобедимость Она тут же С третьего скилла Она его как бы Переделывает И пробивает Сквозь броню Она вносит Три рандомных удара Она может ударить Одну цель Три раза Может одну цель Ударить один раз Остальные там Еще по одному разу Может вообще не ударить В ту цель Которую вы выбрали Так что здесь Абсолютный рандом Она Как офигенным персонажем Я могу назвать С другой стороны Просто от того что она Рандомная потаскуха Классика Против вас стоит Хамон Часунка И стоит Теомарс Катарина дает Три удара Три крита Там по 45 тысяч В Теомарса Ему одного С головой хватит Одного Но она три удара Дает в Теомарса Так что здесь Закономерности не ищите Она просто рандомно фигачит Неплохо зайдет Против целей Очень жирных И когда целей Не особо много И вам как бы пофиг По кому выдать этот проказ Желательно хотя бы Вынести одну-две цели У вас как бы задача такая Бьет она больно На ГВ я ее использую Либо с Замиром Чтоб от кулдауни Два раза походить Либо с Бернардом Либо с Лисой С Лисой Ветреной Плюс комплектами Боевого Духа Она мне на ГВ Ударила три раза По 49 тысяч Это пока мой личный рекорд 49 тысяч на ГВ Это больно 49 тысяч Мало кто выдержит Вообще даже одного удара Тем более там Два-три удара Считай 150 косарей Летит дамаги От Катарина Это очень жестко В общем бьет больно Откат 4 хода Пробивает сквозь броню Но если вы не накинули На нее баф непобедимости То желательно Чтоб на враге Висел раскол Тогда с третьего скилла Она тоже неплохо ударит Но Юзается она в ПВП На арене можно юзать На ГВ можно юзать На захвате можно юзать И Гидра Больше я ее нигде не вижу На питонах Нет смысла В башне Тоже от нее нет смысла Разве что вы прикалываетесь И хотите там босса Какого-то убить на сотке Или еще где-то Ну можно да Я ее использовал Какое-то первое время Даже на 10 гиганте Но крафтить ее для 10 гиганта Не заморачивайтесь Тот же Тот же Сигма Та же Сигма Будет намного в разы В миллион раз лучше и полезнее Так как массовка И бьет намного сильнее Чем Катарина Катарина это Три раза даже Если кем-то чудом бафнится Три раза ударить С третьего скилла И может даже ударить Не по боссу А по вышкам этого босса Поэтому на нее уповать не стоит Чисто ПВПшный фановый персонаж Как-то так Одевается в любой Максимально Домажный комплект Вот чтоб Крайне много было силы атаки Крит урона И шанс крита Подгоняйте Либо под горы воды Который вам дает тридцатку Следовательно Катарине делайте 70 Плюс 30 Получается 100 И скорости Ей особо много не нужно Главное чтоб она вообще Походила База у нее неплохая 116 У меня в плюсе У нее около 40 11 тысяч хп Полторы тысячи атаки Или 1600 Я не помню 220 крит урона И 74 шанса крита Вот такие статы Мои Катарины Она заходит как на пятой гидре Идеально Она не дохнет Никогда первая И неплохо себя проявляет в пвп Когда она Когда ее можно пикнуть Да Потому что вы вряд ли Ее будете пикать Против всяких прах И персонажей Которые могут снять баф Либо походить Перед вашей Катариной Это вы вряд ли будете делать Против Верамоса Который может застанеть Но на Катарину Вторым комплектом Советую одевать иммунитет Если вы ее не Зайти с Хлоей Если у вас быстрая Хлоя Вторым комплектом Оденьте все что угодно Там чаще все Блэйд одевают Там дострой какой-то Пофиг что оденете Так что максимально Дамажущий комплект Акрома Уникальный персонаж Под своим свойствами Своей пассивкой в игре Это единственный персонаж На которого Нельзя закинуть Ни одного Дебафа Кроме Некоторых фишек О котором поговорим Чуть позже Ей переделывали Как пассивку Немножко улучшили Так и второй скил Ей немножко апнули Со второго скилла Она теперь закидывает Сайленс на два хода Вот это безмолвие И дамага Опять же по-моему Скалируется от ХП врага Да? Да-да-да Все такое Ну она где чаще всего Вас будет задолбать Это естественно башня Всякие 87-е 88-е этажи 47-е 48-е Там короче Вот эти две цифры Запомните последние 7 и 8 Они могут встречаться Одна Акрома привязана Насколько помню К Веромосу А вторая Акрома Я не помню К кому привязана Бывает две Акромы Плюс Зайрос И бывает одна Акрома Плюс две Хлои Большего этих Акром Нигде не встретите Ни на волнах Ни боссами Никак нигде не встретите Они встречаются Только два раза И то далеко не всегда В этой версии Я даже не помню Были они в башне Или не были Это не столь важно Против них неплохо Заходит Гара Против них неплохо Может зайти Хамон Который куполом поможет Темный танк Типа Веромоса Базальта Который будет жирным И держать урон Этих двух Акром А вы их будете Подхиливать Белкой Либо Часункой Там какой-то Короче они тоже Легко контрятся Главное правильно понять Как они работают Эти Акромы Вот Пассивка Акромы На нее нельзя закинуть Никакого абсолютно дебафа Никакой дебаф На нее не прокатывает Кроме Есть два персонажа Точнее Один персонаж И один эффект Который может Немного Как бы Акрому Опустить на землю Бытованную Первый персонаж Это Мистер Шляпа Света Он когда юзает ульту Он сливает Атакбар Всем И себе И врагу И на Акромы Это тоже влияет Нельзя заразистить Этот эффект Он сливает Атакбар Тоже Акроме Но сказать Что это прям Сильно Решает против Акромы Нет Абсолютно нет Не решает Ну вообще никак Абсолютно И второй эффект Который может Акромы Немного Опять же Опустить Это Комплект Дестрой Либо персонажи Которые крашат хп Я думаю вы видели Да Когда у персонажа Хп становится меньше И если у вас там Есть персонаж Типа Бетти Типа там Не знаю Зверолова Огненного И прочих этих Звероловов Если вы Комплект Дестрой Одели Вы можете максимальное Количество хп Крашить И оно будет Ставать все меньше 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 Даже если персонажи Воскресят У нее все равно Останется То самое число Хп И скрашить хп Можно по моему То ли до 30 То ли до 40% Максимально Уже считаю в минус Вот Тем самым Акрома станет Просто слабее Даже если ее подхиливают У нее будет Ставать все меньше И меньше И меньше хп Так что Это немного тоже Ее может законтрить Особенно в пвп Если ее видите В защите Ну в атаке Ее если используют То на онлайн арене Крайне редко Не самый лучший персонаж Для атаки Ее полезность просто крайне низка Хоть у нее нормальная база По скорости Но она защитный персонаж А вот защиты Она не бьет Ни первым скиллом Ни вторым Поэтому ее нужно переделать Либо в хпшного персонажа Либо банально в атакующего Но просто от этой защиты Бонуса никакого И ее пассивка Вроде бы прикольная Еще и добавляет 15% антикрита Да не забывайте Против окром Желательно не брать Вердхайля Он может не критовать Так как есть 15% антикрита Работает как на окрому Так и на все ее пати Если две окромы Они стакаться не будут Будет работать просто 15% у одной 15% у другой Но это не будет 30% И не будет 2 раза по 15 Как-то так Вот Что бы я на нее одевал Если бы она у меня была Во-первых Я бы ее не одевал Если бы она у меня была Хотя может так Чистая игрушка На гв Но ее чаще всего одевает Либо вампирик Либо виолент Здесь уже смотрите сами В виоленте нанесет больше дамаги Будет более страшной тетке Тете вампирике Будет дольше жить И тяжелее ее будет вынести Но чаще всего Окрому в пвп Банально тупо игнорят Но она сейчас хоть чуть-чуть Может напрячь это Своим сайленсом Для которого тоже Нужна будет точность По дамаге Все равно слабо будет бить Вы ее скорее всего Будете банально игнорить в пвп Крайне редко Вы найдете видосики Где она там на онлайн арене Затащила И вообще показала Какой-то класс Но честно Я не знаю что Укрому нужно делать Может как-то поменять Второй скилл Может свойства персонажа поменять Может переделать ее Третий скилл Как-то что-то ей там добавить Не знаю 20% к урону Или еще что-то Но персонаж пока Честное слово Убогий до ужаса Естественно Наскармливать ее не нужно Но ждем мапа какого-то Не вижу в ней Она единственная Где пугает Это на хард башне На очень высоких этажах Все Там просто нужно Подобрать под нее пачку Потому что это немного Другая Другая волна И там И нельзя застанеть ее Нельзя ей слить Атак бар Кроме мистера шляпа светы И нельзя ей кинуть замедление Поэтому ходить Они там будут быстро Непривычно для вас быстро Вы наверное привыкнете Всякой рикой Там спектрой Сливать всем атак бар Кидать замедление И ходить по 2-3 раза Пока мобы вообще раздуплятся А крома Же будет ходить Фактически так же Как и вы Ну вы считаете будете делать Полтора хода Она будет делать один ход Там нужен жесткий Хороший танк И все А в пвп бояться ее Ну не знаю Не вижу смысла Так по поводу тринити Тринити Опять же уникальна Своей лидеркой Здесь коротко и ясно И используется она Чаще всего в атаке На гв На захвате И на арене На онлайн арене Ну крайне редко вижу Чтоб ее юзали Но некоторые юзают Там если вам нужна лидерка И хороший дамаг Если вы уверены В своей пачке Совокупности Под тринити Желателен еще и Массовый раскол Допустим Чаще всего Как нападают Это тринити Это пират воды Это тиана И допустим Люшен Но при этом Эта вся пачка Должна быть от 100 скорости Каждый моб Не считая конечно тиана Она должна быть там Еще больше конечно же Скорости от 170 Наверняка Она всех разгонит После этого пират Кинет раскол Тринити Мажет с третьего скилла Обязательно тринити Не люшен Почему тринити Потому что тринити Суммарно может внести Чуть меньше урона Чем люшен И соответственно Врагу может не хватить Вот этого пополнения Такбара За счет немезиса И он не походит Это пример Арх воды Праха Джуны И прочая прочая дичь И после этого Люшен банально Всех добьет Либо еще вариант Просто взять Тринити Меган Бернард Либо бастет И добавить туда люшена Тринити обязательно Должна ходить перед люшеном В чем плюс тринити Она сносит 15% Своим рагнареком И себе Процент хп 15% И врагу Но если у вас есть шелды Вы тем самым можете Эти шелды пробить И меньше потерять хп Следовательно 15% хп врагу Вы гарантированно сносите Как будто вы кинули Три дота И они сразу тикнули Поэтому люшену Гораздо проще Будет добить Всю оставшуюся пачку Она заходит туда В чем ее минусы Конченая база По силе атаки 659 Сравните с люшеном У него 900 с копейками У люшена Фактически на 300 больше Это огромнейшая разница Здоровье персонажа Который дамажит От Ну от атаки И с хп Ничего не связано Это Крайне плохо сделано Ее нужно переделать Через атаку Просто дайте ей там Не знаю 10-11 тысяч хп Сделайте ей 850-900 базу И она Прям будет стрелять Неплохо Но опять же Чаще ее Изать не станут Уверяю Даже если с нее Сделают атаку Если и кулдаун На третьем скиле Опустят Тоже вряд ли Я не знаю Мне кажется Ей нужно сделать так Чтоб она 20% сливала С врага А 10% С себя И тогда Возможно Вот в ней Будет плюс С себя снимает По 10% С каждого моба А на врага Накидывается Снимает 20% Это было бы зачетно А так Где ее использовать Пвп Может башню Вы через нее будете Проходить Но опять же Вы себе будете Сливать Наверное Больше хп Чем врагу Это как бы Не особо выгодно Для башни Особенно Если вы ходите Без хила Так что Пвпшный персонаж Опять же Максимально дамажный Комплект Наверняка Через скорость Вы ее захотите Одеть Чтоб она Походила Перед люшеном Много атаки Ей проблемно Сделать Смотрите Даже если вы 200% Соберете допами У вас будет 1300 атаки В плюсе Ну 1400 Очень тяжело Ей сделать Полторы Там Чуть бы не 2000 атаки Раза что Вы оденете Фулл атака 246 Очень тяжело Одеть персонажа Так как у нее Слабая база По силе атаки Лучше и собирать Больше наверняка Крит урон Крит урона Но крит урон То тоже берется От силы атаки Тут видите Такая вот Палка с двумя концами Так что Персонаж Сомнительный На данный момент Вот эти Но опять же Если выбирать Акрому Либо тринити Да не Ни одна Ни вторая Мне нафиг Не нужна Честное слово Как бы Псомаф Намного полезней Акрома Нафиг не впала Если так То только Камила получается Камила В семействе Ну является топом Тут как ни крути Камилу многие хотят Из всего семейства Если спросить Кого выбрать Конечно же Камилу Ну Катарину Можно сгексить Ванесса Не каждому нужна Не каждому она понравилась Не каждому зашла А Камила Как всегда Не знаю Сколько еще лет Будет этой игре Игра Рулить Камила Как была топчиком Так и остается Это один из тех персонажей Который в соло Любую локацию Соло может заформить Гиганта Дракона может заформить Этот персонаж Может остаться Один в пвп И перевернуть Исход боя Как в защите Так и в атаке Вот таких персонажей Многие любят По типу Камилы По типу Чоу По типу там Этого Панды Ветра И прочих вот таких Вот Ракана И прочей дичи Эти персонажи Могут соляного зарешать Вот такой вот был гайд Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Ставьте себе уведомления Стримлю каждый день 19.00 Не забудьте Оставить свой комментарий Хотите видеть больше на ютуб канале Ваше мнение Чего вам не хватает На моем ютуб канале Оставьте комментарии Я обязательно прочитаю И самое интересное Я выберу И в дальнейшем Постараюсь реализовать Всем хороших первачей Одевайте их правильно Самые топовые руны И удачи покорения башни Пока пока